Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Тарас Степаненко. Сегодня мы поговорим о курских дорогах, теме, которая интересна не только автолюбителям. У нас в гостях председатель областного комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Александр Алексеевич Полин. Здравствуйте! Здравствуйте! Перед тем, как начать наш разговор, я хочу напомнить телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Значит, вы можете задавать свои вопросы по телефону 70 35 15 или же на сайте нашего телеканала 7info.ru. Звоните, пишите, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Начать наш разговор хотелось бы с судьбы больших проектов в дорожной сфере, которые сегодня реализуются в Курской области. И прежде всего, конечно же, это строительство юго-восточного обхода города Курска. Объект очень нужный для областного центра. Вот, собственно, расскажите, что уже сделано, какая работа еще предстоит? Да, мы делаем обход юго-восточного города Курска четырехполосную дорогу, которая позволит снять напряжение с курских улиц. Потом весь междугородний транспорт, весь транзитный транспорт можно будет перепустить туда. Да, и люди, автолюбители Курска могут спокойно и быстро переехать из одной района в другой. В этом году мы осуществляем проект по строительству путепровода через железную дорогу четырехполосной. Значит, вот где-то к концу августа мы его сдадим, сейчас ведутся работы по устройству дорожной одежды и по окончательному отделке моста. Тысячу сто метров всего этот путепровод большой, там 400 тысяч кубов грунта высыпано, вы сами наблюдаете и видите. В принципе, эта дорога должна выйти на южный въезд в город Курск. Там еще вот наш губернатор подписал письмо у президента в том году, и сейчас ведется работа по выделению вот этих денег, по заключению соглашения с Федерацией. И там будет выделено порядка 850 миллионов рублей на достройку вот этих вот 10 километров. Поэтому, если вот мы этот путепровод сделаем, еще останется где-то порядка 12 километров. Это пойма Сейма, там надо делать еще один мост, еще две полоски дороги. Это вот где кольцо возле онкоцентра, и почти 10 километров – это вот выход на южный въезд, строительство развязки там со всеми вытекающими. В этом году, по-хорошему, значит, если сработает, но, к сожалению, видите, в силу механизмов вот этих медлительных, пока еще вопрос согласования, заключения соглашения с Москвой не решен. Как только будет решен, средства эти будут выделены, будут объявлены торги, и будет дальше вестись работа по строительству вот этой дороги. Ну, а когда можно уже будет точно сказать, объявить, что все, дорога закончена? Значит, проект, тот, что деньги выделяемые из Федерации, рассчитан на два года. То есть, реально, вот, 15-16 год. Но, если средств хватит, то мы-то и в этом бы сделали. Все упирается в деньги, мощности есть. То есть, если средств хватит, 16-й не хватит, то 17-й год, это мы сейчас проектно-смертную документацию готовим, это переход через реку Сейм. Вот, второй ниткой. Ну, также надо отметить, что Куряне уже частью этой большой дороги пользуется. Мы прекрасно поняли, как открывали около Зорина. Ну, дорога хорошая, вы видите, мы в том году сделали, причем мы стараемся сделать за счет ремонтов. Сделали 6 километров, вот видите, теперь соединены с Зоринским участком. И тут у нас вот только вот выпадает вот путепровод. А вы знаете, что здесь очереди до двух километров выстраивались машины через переезд. Это тормозило, серьезно тормозило движение. Сейчас с вводом путепровода эта проблема будет решена. Поэтому я думаю, что эта дорога потом дальше. Эта дорога позволит, как мы видим, туда освободить магистральный проезд. Он же тоже забит, вы же видите, туда не проехать, не пройти. Сделаем туда, то есть будет прямой выход. И автомобилист может, минуя магистральный проезд, выехать туда за пределами Курской, по южному въезду въехать в город Курск. То есть в данном случае будет несколько вариантов заезда из железнодорожного округа в сельский округ. А вот кроме вот этого проекта юго-восточного обхода, есть ли в регионе какие-то крупные проекты, которые сегодня реализуются? Ну, знаете что, значит, я хочу сказать, что средства, выделяемые на дорожное строительство, определяются дорожным фондом, который собирается в Курской области. Он в этом году даже немножко меньше, чем в том году. Но с учетом федеральных средств, 3,5 миллиарда в этом году у нас на эти цели. То есть несколько лет одинаковые средства выделяются. И говорить о крупных каких-то проектах не приходится. У нас сегодня 6,5 тысяч километров, которые мы обслуживаем. Я хочу сказать, что вот наша служба, которую возглавляем, мы обслуживаем региональную сеть дорог. Это дороги, которые соединяют областной центр с райцентрами, райцентры с сельскими советами, и есть межрегиональные дороги. Таких всего у нас 6,5 тысяч километров. Это мы обслуживаем. Это нормальные дороги, на них нет ямочности, на них есть полный комплекс работ, проводимый, с тем, чтобы по них можно было безопасно ездить. То есть это устройство безопасности, это и знаки, это и разметка, и все остальное, и содержание обочины, полотна дороги. Мы весь этот комплекс осуществляем. Но в силу того, что движение все растет, мы стараемся максимально как-то изыскивать деньги на расширение сети. Вот в этом году мы тоже 16 километров расширяем. Сегодня ведется работа крупной обедки, сегодня ведется работа Селихова двора Иванина у нас, 6 километров расширяется, автолюбители ездят, знают. Фатер Золотухина мы расширяем. Мы расширяем два участка на автодороге Курск-Курчатов-Рыск-Граница с Украиной. То есть вот в меру того, что если у нас есть средства, мы это все делаем. Значит, мы ведем ремонты мостов, в этом году здесь мостов ремонтируем. Время подошло, уже 40 и больше лет мосты служат. Нагрузка возросла. Как правило, переходные плиты, вот эти вот сопряжения моста с насыпью, плиты эти обрушиваются. И сегодня, чтобы безопасность движения была нормальной, мы стараемся ремонтировать, расширить дороги. У нас большой вопрос, и это находит отражение в том, что главы районов просят. Мы сегодня занимаемся безопасностью дорожного движения. И одно из направляющих, мы строим тротуары по населенным пунктам вдоль дорог, потому что движение большое, интенсивное, водители часто превышают скорость. И безопасность людей очень важна. Поэтому тоже важное направление нашей деятельности. А так мы ремонтируем и содержим дороги. Вот в этом году мы 324 километра построим и отремонтируем. Много или ты мало, скажу много. Вот в том году, если у нас субъекты по финансируемым где-то 47 место занимаем, то объемы вот по этим, по отремонтированным дорогам, мы занимаем четвертое место. Вот среди субъектов Российской Федерации. То есть получается у нас дешевле построить дороги, чем... У нас дешевле, мы более используем эффективные методы. Мы не строим, но тут сказать, что мы тут... Мы особо ничего не изобрели. Но у нас грамотные специалисты, дорожники грамотные и службы грамотные. Поэтому мне надо оградить пироги вот такой толщиной и вот такой шириной. А мы делаем разумно и рационально. Если там надо слои износа менять, мы их меняем. Но это позволяет нам, первое, иметь сегодня сеть без ямок. Второе, мы сегодня довели до 8 лет. Хотя у нас сегодня по ГОСТу срок службы покрытия, верхние слои покрытия, 4 года всего. Мы до 8 лет довели. Сегодня у нас 5 лет гарантийный срок. Мы устанавливаем, этот ремонтировали. 5 лет гарантийный срок. Предприятие должно обслуживать вот эту дорогу. Поэтому использование новых технологий, А я скажу, у нас новые технологии все есть, все есть, и мы ими пользуемся. Позволяет нам использовать те ресурсы, что у нас есть, более экономно и грамотно, и получать эффект. Нам не стыдно, я скажу так, за нашу работу. Вот вы сказали гарантийный срок. То есть получается, что если появятся ямы в рамках этого гарантийного срока, то дорожная служба... В течение 5 лет он обязан бесплатно все исправить. И наша служба кураторов за этим следит. У нас есть вопрос от телезрителя на сайте. И как раз вопрос по проблеме. Андросов Кирилл интересуется. Большегрузные машины, занятые на строительстве Курской АЭС-2, разбили дороги сразу в нескольких районах области. Октябрьском, Льговском и Курчатовском. Понимаю, что станцию строить нужно, но почему мы должны гробить свои машины в этих ямах? Вот это как раз вопрос вопиющего безобразия и бессовестности строителей. Я вам скажу, мы подняли этот вопрос на уровень руководства области. И губернатор, и замы губернатора Дзуброва, Александр Сергеевич Дзюмин, Сергей Александрович. Мы воюем с ними. На сегодня, к сожалению, они обещают, но ничего не делают. Но у нас есть подписанные акты. Мы сегодня первый транш на 70 миллионов. 200 миллионов разрушение. На 200 миллионов сделано. Вот на 70 миллионов мы сейчас готовим передавать в арбитражный суд. Есть еще две дороги, которые они знают, что побили, но под разными предлогами отнекиваются подписать. Но мы вначале вот это, там, где все подписано, будем добиваться, чтобы они все исправили. На словах обещают, на деле ничего не делают. И занимаются, я прямо говорю, не совсем порядочно. У нас есть уже куча жалоб людей на эти дела. И мы им объясняем, что это аварийная ситуация. Могут люди побиться. Люди не хотят ничего слышать. Хотя это государственная стройка, государственное должно быть отношение. Но, к сожалению, с их стороны мы этого не видим. Поэтому мы сегодня с ними воюем. Это понятно. А как в данном случае тогда действовать дорожниками? Ведь дорога пришла в негодность, ее надо ремонтировать. Ее отремонтируешь, и большегрузные машины вновь ее разобьют. Ну, вот понимаете, в чем дело? Они сегодня нарушений много. Первое, они используют машины, будем так говорить, с недопустимой нагрузкой. Эти машины не имеют права там ездить. Потом дальше. Они обязаны были, и у них это есть в проекте, построить землевозные дороги. И возить под технологическим дорогам вот этот массовый груз. Они этого не делают. Мы сегодня бьемся, сегодня весовые контроли выставляем. Они обманным путем, ночами возят, обманывают. Используя любые пути с тем, чтобы вывезти по дорогам общепользования этот груз. Незаконно работают. Но, к сожалению, у нас на сегодня не так уж много рычагов воздействия на них. Вот те, что есть рычаги, мы воздействуем. Я думаю, мы добьемся своего. Давайте перейдем к другому вопросу. Тоже немаловажный вопрос для простых жителей Курской области. Это строительство подъездных дорог к населенным пунктам. Вот как с этим обстоят дела? Насколько это сегодня актуально? Это очень актуально. У нас тоже, если маленькие населенные пункты взять, маленькие, там где Пиадоров числится, может, не числится. У нас 800 с хвостом таких еще населенных пунктов. Очень много. Но крупных населенных пунктов со 100 человек и больше у нас очень мало осталось. И мы строим. В этом году тоже 5 населенных пунктов, где-то 15 километров дорог, будут соединены дорогами с твердым покрытием. Сюда рассчитаны средства как и наши субсидии областного бюджета, так и федеральные деньги, которые в этом году будут выделены. Вот сегодня заключается, будет заключено соглашение, и эти дороги будут построены. В 5 районах в этом году намечается такая работа. У нас есть вопросы телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, Александр Алексеевич. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот зимой федеральные каналы показали запись, сделанную в Курской области, как асфальт укладывали на снег чуть ли не в лужи. Мы все внимательно смотрим новости. Ваши эфиры знаем, что низкие температуры и вода – главные враги асфальта. Почему же тогда сами дорожники так работают? Спасибо за вопрос. Вопрос важен. Вы знаете, вот иногда нас, дорожников, ставят вот такие условия, что приходится делать. Из-за чего? Вот я вам сегодня говорю, что соглашение президент еще в том году подписал. Еще весной, и я ездил туда, вопрос был решен о том, что надо выделить федеральные средства на те объекты, которые есть в области. Но до сих пор еще не решено, и неизвестно, когда будут этими клерками подписаны распоряжения о выделении средств. После того, как будет подписано это распоряжение, надо пройти необходимую конкурсную процедуру. Это 45 дней. То есть конкурс объявить, выждать все, заключить контракт и начать строить. Как правило, эта работа начинается после сентября месяца. И дальше. Если эти деньги не осваиваются, они уходят. Но я вам скажу так, дорожники далеко не дураки, и ругать их без дела не надо. Ясно дело, что там, вот вы сейчас поедете, там нормальная дорога. Потому вот этими вещами занималась не наша организация, как это федералы занимались, но они разумно занимались. А куда деваться? Они делали нижние слои основания. Да, нижние слои основания допускается. Вот эта работа, хотя там должны работать с теплыми смесями, но это все перекрыться должно верхними слоями. Поэтому, я вам так скажу, это стыдно, это плохо и нехорошо, потому что мы летом стоим, а вот в это время приходится работать. Но, а так бы потеряли все, потеряли бы эти средства. Так они их сделали, может что-то и переделали. Но сегодня верхний слой положат нормальный, дорога будет стоять. Но я с вами согласен, это неправильно. Так работать нельзя. Но, к сожалению, условия пока организации работы и финансирования работ предусматривают и такие варианты. Вопрос на сайте тоже как раз касается ремонта. Егор Самойлов. Могу привести десятки примеров по городу Курску, когда через месяц после ямочного ремонта вновь появлялись дыры и еще больших размеров, чем прежние. Например, поворот с Клыкова на Сумскую. Значит, ну, с Курском я согласен, я сочувствую Курянам. Я сразу доложу, что наша служба не занимается городами, у нас своя сеть дорог. И если автолюбители ездят, они отметят, что на наших дорогах ямок нет и нормально, и трещин нет. Проблема в чем? Проблема в том, что за дорогами надо следить. В Курске пока, к сожалению, в силу ряда причин это не налажено. Но я знаю, в этом направлении движется. Что касается вот этих ямок, тут просчеты институционной службы. Скорее всего, они тоже литой смесью ремонтируют. А литая смесь делается вот в этом маленьком, будем так, смесителе, ее мало. И вот они экономят, вырезают по минимуму. А рядом остались нароженные места, которые сразу же, вы правильно говорите, через неделю, через две вылетают. И получается, надо доделывать. Тут совет какой? Надо, чтобы специалист, мастер, у нас, как правило, мастер определяет. Мастер определял, сколько все-таки наражено в данном участке, как по-живому, вырезать живым. И тогда вот залить, и тогда она будет стоять. Поэтому, ну, в принципе, я знаю, что у них мощности добавляется. Я знаю, что средств добавится на город. Я думаю, что город справится с этим. Давайте продолжим говорить о ремонте, но уже областных трасс. Вот насколько вам хватает средств, сил поддерживать областные трассы именно в плане ямочного ремонта? Значит, содержание. Я вам скажу, у нас сегодня ямочный ремонт не так выражен. Мы даже с зимы, во-первых, мы ведем ремонты круглый год. У нас есть службы в каждой организации, которые литой смесью, если ямка получается, у них задача такая. Ямка появилась, он должен сделать. Но я еще раз повторяю, мы массово ремонтируем дороги сплошным методом, и ямочности у нас какого и много нет. Поэтому мы сегодня на содержание тратим мало. У нас 485 миллионов рублей на 6,5 километров, тысяч километров дорог на содержание. Сюда входит еще и безопасность. Безопасность это и с мостами, это вот и разметка, там много кучевые знаки, все остальное, и автопавильоны. А мы уже программу по автопавильонам, практически у нас их 850, практически уже кончили. То есть у нас все автопавильоны наших дорог заменены стандартно. Если видите, бетонные, красивые, аккуратные, небольшой. Будем так говорить, его не так разбить можно. Поэтому мы тратим на это дело немного. Мы выделяем массово денег, максимально денег на то, чтобы делать средние ремонты, капремонты, реконструкцию и новое строительство. Еще есть один вопрос на сайте нашего телеканала. Елена Сиротеева интересуется. Кто наведет порядок с люками на курских трассах? Такое впечатление, что у нас никто не умеет их делать. Так, как делают в Москве или Питере. Иногда даже земля под ними проседает. Ну, Леночке, я хочу сказать, что в данном случае, конечно, я не могу ответить. Потому что на наших дорогах, слава Богу, лучше, наверное, у нас в поле нигде люков нет. Люки – это в городе. Я знаю, это проблема. И мы когда-то, когда в городе работали 7 лет назад, с этим боролись. Я только хочу пожелать администрации города и всех городов в Курской области более успешней с этим делом бороться. Там проблемы есть. Там надо усиливать вот эти вот люки, делать специально бетонные кольца, чтобы оно было капитальным и держало. У нас, к сожалению, пока это еще не все делается. Но я согласен. Потому что рядом мы видим проваленные люки. Недавно мы еще говорили о том, что много внедряется современных технологий на Курской земле именно в дорожном хозяйстве. И вот, в частности, говорили о том, что возрожден опыт строительства бетонных дорог. Но вот сейчас от этой идеи не отказались? И вообще, как себя чувствуют те бетонки, которые уже построены? Ну, я вам так скажу. Бетон – это перспектива. Вы знаете, Америка, да и в Европе автобаны раньше строили, Гитлер еще строил. Это были бетонные дороги. Это качество, это долговечность. Мы сегодня имеем комплекс современнейшей фирмы «Вирген» по укладке бетонных дорог. В этом году мы занимаемся тощим бетоном. Вот эта дорога, что объездная, там основание из тощего бетона. И сейчас мы занимаемся. Что это такое? Это основание позволяет нагрузку, в принципе, не нормировать. Не так, как 6 тонн на ось. А сегодня она будет держать гораздо большую нагрузку. И мы этим занимаемся. Да, сегодня, к сожалению, бетонное строительство дороже. Процентов на 30. И средств особых нет. И мы там одну-две дорожки в год делаем, и все. Поэтому пока нет средств. Будет средства, мы начнем и больше делать. Вот на следующий у нас с потощим бетоном большой объем работ. Сегодня мы там по прямым договорам, но наша организация занимается строительством бетонных дорог в Курчатове. Как себя ведет? Отлично ведет. Потому что, как правило, там стыки армируются. Там высококачественный бетон. Вот сегодня в городе, я не буду называть, в городе вокруг домов ложат бетонные площадки. Я вам сразу скажу, это полнейший брак. Ложить не умеют. Это не тот бетон. Его не так готовят. Его не так возят. Дорожный бетон – это совершенно другой бетон. Этими технологиями мы обладаем и ложим. Поэтому тот бетон, что ложат дорожники, он стоит. А тот бетон, что ложат, просто вот сырбу берут и ложат, этот бетон не стыдится. Он шелушится, начинает некачественный. А у бетонной дороги какой срок эксплуатации? 25 лет срок службы. Без ремонта. А вот если сравнивать дороги Курской области с дорогами соседних регионов, других регионов России, в целом по качеству, вот ваша точка зрения как специалиста? Значит, я что хочу сказать. Сегодня уровень содержания наших дорог выше, я это говорю, и поедьте, пожалуйста, от Белгородской области. Чем отличается Белгородская область? Там губернатор, стратегия у них такая. Они что сделали? Они расширяют. Они опорную сеть доводят до первой категории. Они сегодня сделали, значит, вот, вокруг Белгорода объездные дороги широкие. Это правильно, развивают. У нас, к сожалению, пока средств, кроме объездной, на это нет. Но уровень содержания их дорог хуже, чем наш. За счет чего хуже? За счет того, что мы сегодня сохранили государственную сеть дорожных организаций. Я вам сказал, что у нас очень низкий процент выделения денег на содержание. А у них частное. А частник, что частник должен за свои деньги ремонтировать? У нас, если денег не хватает, наша организация за счет прибыли, которая у нее состоится, ведет ремонт этих дорог. Поэтому сегодня объективно выше и в соседних областях это можете проехать. Мы в том году делали, давайте повторим. И покажите этот фильм. Посмотрите сегодня, заедьте на дороге Белгородской, Брянской, Орловской области и увидите. У нас есть вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Говорите. Задавайте вопрос. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня, собственно, не вопрос. А хотел вам высказать огромную благодарность от жителей Фатерского района, селян, за качество действительно работ, за дороги прекрасные. И большое спасибо, что сейчас вы уже делаете не только дороги с твердым покрытием, соединяясь с центром, а среди населенных пунктов. Это жизнь. Это и в школу, и в больницу, и в город. Кругом можно пойти, приехать. Дай Бог вам здоровья и вашей организации. Чего самого доброго. Спасибо. Приятно слышать. Мы действительно в этом направлении работаем. Как можем. Было больше средств, больше бы делали. Спасибо вам за хорошие слова. У нас есть еще немного времени, и вот такой вопрос. Мы все говорили о том, что муниципалитеты делают дороги за счет своих дорожных фондов. Ну вот, а что делать, когда дорожных фондов не хватает? Ну, я вам так скажу. Я лично не сторонник создания этих дорожных фондов. Размазали деньги. Вы понимаете, в чем дело? Вот мы. У нас организация комплексная, у нас своя лаборатория, у нас служба, будем так, проектно-сметные документации оформления, у нас служба контроля за куратором. Все есть. А что есть в сельском совете? Ничего нет. И вот эти деньги размазали, и никак зря ими пользуются, и толку нет. Вот моя точка зрения, надо как-то делать, чтобы их концентрировать в районном звене. Денег эти мало, действительно. И чтобы там как-то направляли, и направляли прежде всего на первоочередные задачи. А так я с вами согласен. Их мало на те задачи, что они предназначены. Александр, спасибо, что нашли время. Спасибо за такой интересный и большой разговор. Спасибо вам. Время нашей программы закончилось. Оставайтесь с телеканалом СЕЙМ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова